Всем ребят привет! Как вы видите, у нас начинается новый выход, новая экспедиция. За спиной красота, вы просто это не видите, да? Или все-таки видите? Белая такая туманка. Мы приехали сегодня, пока скудной компанией, у нас всего-навсего наконец-то состоялась долгожданная встреча с Рустиком. Я его не показываю, ну, по его, он рукой машет, вот, по его, привет, привет! Привет! Он еще сегодня привез подругу, тоже не публичное лицо, так что у нас сегодня звездный коп, да? У меня три звезды, у Рустика одна большая, и у девушки тоже звезды. В общем, звездный коп. Надеюсь, звезды мы сегодня откопаем, сорвем с неба, как говорится, хоть одну звезду. Да, на небе еще, ребята, звезды, потому что время всего-навсего три часа, три часа ночи, а смотрите, какая у нас благодать. Можно копать без фонарей. Пацаны будут трогаться только через четыре часа. Вот, приехали на всю ту же старую деревню, находки, надеюсь, нас будут радовать. Сейчас, наконец-то, я вот, если честно, очень рад тому, что, наконец, состояла встреча с Рустиком. Почти два месяца я его не видел. Прям, знаете, как, я не знаю, как родной, еб ты мать. Извините за мою, такую, знаете, лексикон, но факт в том, что действительно соскучился. Вот, не как по бабе, а как по пацану. Вот, так что, я думаю, состоится у нас классно сейчас по рюмочке хорошего, то, что Рустик привез, такой, знаете, солидный напиток, и по рюмочке хлопнем. Ну, и за земляного деда задобрим. Вот, так что, начинаем вот в таких красивых просторах, ребята, смотрите, какая красота. У меня спрашивают, где ты, Сань, копаешь, где такая красота, где такие места? Да, ребята, это Самара. Самара, это самое лучшее, самые красивые места. По находкам, конечно, не сравнится с Ростовом, с Москвой, но все же, мы и этому рады. Вот, так что, смотрим, будет интересно, чуть позже основная бригада приедет. Мы определили два шурфа, какой-нибудь из них обязательно даст. Вот, пробок, пробки будет много, потому что на этих местах я в прошлых выходах поднимал. Предостаточно всякого советского мусора. Но трава, если честно, в некоторых местах проходишь, чуть больше яек. Да-да, больше яек. Верховые уже здесь поднять невозможно. Так что, ладно, приятного просмотра, ну, а нам приятного вступления. Наливай. Поехали. Итак, ребята, вот такое сегодня будет, наверное, окружение. Кругом у нас листва. Сегодня будет жара под 30. И я хороший фундамент нашел. Куча железа наковырял. Кирпичи прям. И я вдоль. Смотрите, видите, если многие, кто учится по моим шурфам, я нахожу периметр дома. Вот, венец лежит. Вот здесь вот я нашел несколько монет. Сейчас я вам покажу. Вот они. Это три монетки. Пятачок ранний. Не знаю, какой. 31-й, наверное. 10 копеек тоже ранний. 37-й. 15-ка, 61-й. И еще где-то. Монеточка, монеточка. Сейчас вам покажу. Вот, на монетке это царская. О, она даже синяя. Синяя, как бутылочка, которую я нашел. Царская. Вот, это именно в той области, прям напротив меня, домовая яма. И там вот отыскалась такая мятая царская монета. Но это ладно. Ну ладно. Вот, смотрите, шаюбочка лежит. А, какая приятная. Я еще, видите, не тер. Я просто как увидел, что это крупная царская монета. И побежал за камерой. Ну, без сомнения, это 5 копеек. Ну, сохран неплохой. 1875-й. 1875-й. А, или 177-й. Так. Любопытно, интересно. 177-й или 75-й? 75-й. Видите, да? 75-й год. Достаточно получается бодрая монета для этого года. Вот, так что посмотрим. И так вот, что получится из нее. Ну, поздравления. Изюминка сегодняшнего копа уже есть. Вот такой вот Александровский пятак. 1875-й год. Зачет, зачет. Рус спит, я копаю. Но его понять можно. Он сразу с работы, не отдыхал. Сразу сюда. Ладно. Класс. Зачет. Не показал вам вот такую вот. Тоже синяя ежкин кот. Или это у меня в кармане синяя. Вот такая вот пряжечка. Пионерская звезда. И три языка пламени. Вот такая зачетная. У меня же в кармане бутылка была. И у меня, наверное, в кармане все это синий хрень. Блин. Ладно. Пойдет в Хабарницу. Сегодня у меня большая Хабарница. Значит, Хабара будет много. А наша находка – это пионерская пряжка. Многие из вас ее носили, как и я. Это было счастливые годы. Ребят, монеты идут, но неинтересные. Советики даже вплоть до 60-х годов. Вот оттуда сейчас выковырял очередную монету. И вашему вниманию я хочу его предоставить. Это у нас 5 копеек. Год. Год 30. 31-й год. Пятачок. Вот такой вот. Другие монеты номиналом, наверное, показывать не буду. Потому что идут пятнашки, десятки, трешки, копейки. И советы 60-х годов. Вообще неинтересные. А вот такие вот ранние еще пойдут. Так что после каждой монетки перекур. Ну что, ребята, наконец-то достойная находка. Я ее не видел. Но она, в принципе, крупненькая, зачетненькая. Вон она лежит, смотрите. Чуть левее от катушки. Видите, какая крупная. Что за монета, не знаю. Давайте вместе с вами посмотрим. Я надеюсь, что монета. Я, честно, еще не видел. Не видел, что за монета. Тонкая. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ребята, это иноземная монета. Смотрите, что это такое. Это иностранная монета. Вот это, да. Здесь какие-то вензеля проглядываются. Что за монета? Интересная. Интересная. Давно я такое не подымал вообще. Иноземная. Может, это не монета? Нет. Монета. Мне подобную монету один камрад дарил. И он говорил, что это какая-то мусульманская монета. Не знаю. Очень любопытно. Но вы, наверное, сейчас все уже о ней узнаете. всю информацию по этой монете я прикреплю. Так что будете тоже знать. Большая. Размером с 5 копеек Николая. Зачет. Зачет. Не ожидал. Ну что, ребята. Очередной долгожданный файлик. Выкопал вот из этой ямки. Неглубоко. Не глубоко. Но глубже. Что-то, блин, там сигналов нет. На два штыка сигналы. Ну вот. И я вам показываю, потому что что-то интересное. Да. Две копейки. 1870 год. Хорош-хорош. Смотрим. Видите, сахар на какой. 1870. ЕМ, да? Да, ЕМовская. Вот с этой стороны. С этой стороны тоже неплохой. Зачетно. Очередной царский сигнал. Зачет. Зачет. Появился еще один венец. Ну это, наверное, нижняя балка. На нее ложились полы. И я вот как раз на уровне этих находок и копаю. Вот. Надо, кстати, подойти к машинам. Посмотреть, сколько время. Мы договорились с пацанами в одном месте встретиться. Копаем в другом. Ладно. Продолжаем. Ребят, продолжаю вот из этой ямки выкапывать монеты. И вот сижу. И нервно смотрю вот на эту монету. Это советская монета. С СССР. Видите, с дефектом. 15 копеек. Ну я ее пытаюсь тереть, тереть. Пытаюсь, пытаюсь. И пытаюсь ее натереть так, чтобы эта монета была не с 42 года. Потому что монета убитая. Видите, да? Убитая монета. По форме ее сплющили с одной стороны. И монета 1942 года. Ну почему? Почему случается со мной такое? А у вас бывает такое? Находите дорогую, редкую монету, раритет. А она убитая. Печаль печальная. Ну ладно. Надеюсь, там двадцатка 42-го будет. Или десятка. Итак, ребята. Шурфим. Мучаемся. Рус взади. И вот здесь вот спереди. Ну, если я начал снимать, значит что-то интересное. Интересное в каком плане. У меня очень много советины 60-х годов. А вот выпала царская копеечка. 1800 какой-то год. 98-й походу. Вот такая-то монетка. Сегодня пока не частые находки царские монеты. Но на камеру снимают только хорошие. Тетя Арустам. Попозже. Да ладно, какая интрига будет. Здесь всякая шняга, блин. Фундамент. Фундамент только дает советские, в крайнем случае, царские монеты. И все. Запутки хорошие никакой нет. Ладно. Уже должны пацаны скоро подъехать. Шляпа. Ну ладно. У меня сегодня вот такая хабарница. Смотрите, там сколько уже хабара. Уже много хабара. Наверное, штук за 30 монет. Да не, какой-то крест. Нет, я не чистый. Да это жбонь какая-то. Жбонь. Итак, ребят. У нас продолжается коп. У нас Серега. Давай еще. Илюха. Ярик в машине. К нам приехали еще камрады. Женька. И вот они здесь нам готовят ужин. Женька у нас вообще молодец. Сейчас у нас повар. Нас постоянно кормит. Так что, ночной шурф у нас. Какой? Нет. Ночной шурф. Я хочу по верхам походить. Илюха, ты хочешь по верхам походить? Конечно, пойдем. Ай. Конечно, пойдем. Я думаю, пойдет. Пойдет. Серый. Схипело. Серый. Серый. Пойдешь по верхам. А, Женька, подожди, бежи. Да есть соль? Сейчас я гляну. Я соль. Конечно, да? Я жюю только на пузел. Жень, ты по верхам или шурфить? Я шурфить. Вот у нас Женька приехал на ночь. Заметали. Представляете, ребят, Женька приехал ночью, наехал 130 километров. Чтобы пошурфить ночью и утром. Не найти ничего. Утром домой, на работу. Представляете? Я приехал к вам, пацаны. Я приехал к вам, пацаны. К нам приехал. Да. У меня сегодня радость. Я машину починил. Я машину починил. Машину, Женька, починил. Да. Вот. И приехал еще, помимо того, что машину починил, он хочет нам еще и угол приготовить. Красавчик. Нет. Какой-то раз сахар. Соль, соль, ребят, соль. Соль. Где-то у нас соль была целая банка. Целый банк где-то. Вот. Так что приключения у нас сегодня были. Жесть какие, ребята. Жесть. Я рассказывать не буду. Но получили все. И так, ребята, я доволен до усера. Поднял вот такую пуговку. Я такой впервые откапываю. Артиллерия, вторую полку, ребят. Вообще зачетная находка. Офигеть. Смотрите, какое чудо я откопал. С ушком. Вот, конечно, я его с задней стороны. Ну, ничего страшного. Самое главное, здесь все хорошо. Офигеть. Отчет. Зачет. Вообще огонь. Ох, ох, ох. Ох, пополнение моей коллекции. Пуговиц. А в руки мне попалась действительно интересная пуговка. Это вторая артиллерийская бригада. Сформирована 14 января 1811 года. Участвовала во многих битвах и сражениях. С кодами форма видоизменялась. И, как мы видим, с 1862 года пуговица стала лысая. Без обозначения. Так что наша пуговица датируется с 1837 по 1862 год. Достойная находка для коллекции. Да и цена, как мы видим, немалых денег стоит. Думаю, информация была полезной. А сейчас отправляемся на коп. Пацаны пускай там сидят. Вон там. Видите, да? Вот. А я копаю. Ночью копаю. Вторая ночь без сна. Сколько выдержит Камрад? Зачет, зачет. Итак, ребята. Приключения у нас сегодня были шикарные. Вот. Все вы не в курсе, что у нас произошло. Но, блин, жесть полная. Время уже подходит 4 часа. Я последний, кто на ногах. Ложусь спать. Завтра. Завтра посмотрим, что у нас получится. Возможно, пацаны разъедутся. Не покопав. Да, ребята. Пацаны приехали. Не покопав. Приключения было чудовищное. Ладно. У меня находки есть. Это самое главное. Есть, что вам показать. Чуть позже люди еще приедут. Так что, видео будет продолжение. Так что, приятного просмотра. Утром посмотрим, что накопаем. Субтитры сделал DimaTorzok